Это у меня вышло 4 тома книг, я хочу показать. Называется «Проповедь в стихах». В общей сложности, это, считаю, страницы, если фотографии, тут и вы попадаетесь, по тысяче страниц, 4 тома. Вот как я открываю, это эпиграф, взятый из Библии, и 4 стихотворения. Стихотворение проповеди. Любой открываешь, опять же, эпиграф, ну и так дальше. Видите, сколько фотографий, 96 страниц. Это том первый, так и написано, том первый. Так, том второй, держи-ка. Том первый, это я не скрываю, что я влюблен в российский флаг. Это единственная замерзлая история, флаг, который является флагом проповеди. Независимо, никаких конфессий, временных форм. Первая, внизу, если бы она боком стояла, тогда это ничего. Это просто марсельеза. Но, когда вверх, это как человек живет. Первое, все рождаются в крови. Мусульмане, там, кто бы он ни был, православный. Первая полоса. Вторая, синяя. То есть, Бог говорит, помышляйте о горнем, а не о земном. Синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести, угроз. И третья, белая. Белая полоса, она предсказана в Откровении 21 глава, 10 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля». То есть, красный и синий превратится в белое. Это земля, а это небо. Вот. Сейчас вторую где-то положить. Второй том, посмотрите, как он сделан. Ламинированный. Сбоку посмотрите. И вот точно так же, где бы я ни открыл, стихотворение и проповедь. Многие положены на музыку в интернете, поются. Много фотографий. Сейчас я даже покажу, где это как. Так, первый том, легче всего мне показать. Так. Держи-ка. Это не просто стихи, а проповеди. Вот открываешь, вот первая строка. И тут 36 строчек, и напротив каждое место Библии, откуда взята мысль. 36 раз надо открыть Библию. Таких стихов никогда нигде не было. Ну, смотрите, видите, вот она. 36 строчек. Спрашивают, а где вы берете? Я в литературном институте считал стихи, ну, там по одному. А то есть 4 стихотворения пришлось считать, которые дорогой написались. Я не пишу сейчас. В 10-м году. Так, ты в 12-й? 11-й. Да, в 12-м году, 10-го ноября, я написал последнее стихотворение, положил ручку и сказал, больше не пишу. Спрашивает меня Лев Ашанин, поэт, где берете такие темы, которые, они вообще не рифмуются на молитве? Вот когда говоришь, обои на себя берете, я должен сказать. Во время молитвы, у меня всегда рядом лежит бумага, куча ручки, вот так вот там внутри, я ее не вижу, проплывает строка. Я ее сразу записываю, иначе я ее утеряю. Кончили молитвы, я записываю 36 строчек, хоть завязанными глазами. Я расскажу стихотворение 2. Иногда молитвы не кончили, вторая строка плывет, я опять записываю. Второе стихотворение. И за 8 с половиной лет было написано столько, спрашивает, а сколько это? Это за всю жизнь сколько написал Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Александр Блок. И ни одной помарки нигде нет, все из чистого листа. У меня черновики сохранились, ну там приходили из музея и все смотрели. Ну, к примеру, так. Так, святая Русь, когда была святая? Я записал строчку эту. Ну, когда, да, известно, когда русские. Об этом говорят священники. У меня так оно выразилось. Я не сторонник читать, когда я еду, знаю, что мимо пролетит. Другое время у меня не будет. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу, островов. Все подгребли самым, тайгу и югу. И расплодили нехристий воров. Кто хуже нас сокровища земные? Транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизывай, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенная нам, не Русь святая, а герои веры. В народы полисут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Теперь я на море. И в это время отрицательная температура, вода бьет, наращивается с одной стороны лед. И ничего нельзя сделать. Короткое время, и корабль пойдет ко дну. Отвлекитесь от этого. Рыбацкая шула с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметель не росло. Но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был опастье виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами снег. Остались минуты. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы с ледяною повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечной девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха. И брошена разом волну. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Эти все, что рассказывают, положены на музыку в интернете. Нашли с композитора. Есть такое автобиографичное у меня. Пример к себе своим воображением. Все то, что просчитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищника меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляет точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, полагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной дойк, бешеный Саул. А они разведали, что я меня мьет Акриды, а штаб-квартирный звон Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд свели, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Вот смотрите теперь. Второе, первое, значит, красное. Минуточку. Второе, это синее небо. Под этот свет сделаны и корочка. Повторяю, только по 900 с лишним страниц. Вот оно все где. Сколько, 96 страниц фотографий. Ну, здесь много фотографий. 362 страницы фотографий здесь есть. Вы в этом ни разу попали, голубчик. Но только не в плохом смысле. Так что сегодня снимали. У меня готовится к переизнанию книга к истинному православию. Она у вас есть. Там предисловие можно было просчитать. Оно не понравится кому-то. Стаб, скажи, где это считалось? Какой архиерей был? Да, при архиепископе Антонии, когда в прошлый раз он был, читалось вот это предисловие. Священники были, я помню. Ну, я там привожу, что я 40 лет собирал материал для этой книги. 40 лет. Московская духовная академия, профессора, академики. Везде за границей помогали. И книга небольшая. 480 страниц. Сейчас переиздаем, она будет 780. Мы многое нашли у Луки и Бойна Яссенецкого. Там все по пунктам разложено. И что там вначале сказано? Выношу благодарность редактору газеты «За наук» Алтайского государственного университета. Я в пяти университетах делал занятия. И что дальше? Приходится сделать вывод, что то, что сегодня называется православием, не имеет основания на страницах Библии. Архиерей-то прочитал, каково было им. Я это докажу по любому пункту в течение пяти минут. Больше никак нельзя. Все в мире проходит. Солову писал как-то. Все в мире неверно. И смерть лишь одна. Верна, неизменно верна. Она не забудет. Придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненные сказки. И вот третий, это когда ты обратился в синее это небо. Дальше. Плоды приносить. Второе стихотворение. И третий. Везде разные фотографии. И здесь разные фотографии. Все ламинированное. Нам это очень и очень непросто было. Мы издали. По милости Божией. Это четвертый том. Потом, пока только вот священникам дали, которые уезжают, еще все не привезли из типографии. Типография очень хорошая в Горном Алтае. Они у меня издали 34 тома моих книг. Разных книг издали. Я вот для чего это все говорю. Потому что Бог берет самое непригодное. Ну, мальчишка обыкновенный. Пять камушков. И голя вкверх ногами. Я все время повторяю. Вот у меня в интернете посещаемость 81 миллион. Если человек любит Господа, Господь показывает, в первую очередь, кто он. Я всегда повторяю. Я не имею гуманитарного образования. Не имею религиозного. Я технарь. Тогда кислородительную технику была. Они еще там называют по-другому его. И как? Бог. Вот в Википедии, когда пишут, там называют писатель, поэт, я себя таким не считаю. Я печник. 40 лет клал печи по стороне. Мне не давали работать. Ты сколько дней не работаешь уже? А раньше была другая власть. Три дня. Это максимальное. Через четвертый день тебя уже засудят за тюньерство. Закон был такой. А как? Работать надо. Меня сколько раз они арестовывали, возили, давили. Меня 26 лет только подвешивали. Надували тело, как бомбу. Я только одно молился. Господи, сохрани разум. Ведь мне уже 84 года. Пора образумиться. А люди когда смотрят, да сколько же у вас энергии. А я как будто не начинал жить еще. Какое дал, которые люди сидят, практически все это духовные дети, которые пришли. Вот она сидит рядом, Армения. Она была там, Анаид. Крещение ей дали имя. Как? Девора. Библейское имя. Чудно Господне. Ну, эти тоже недавно познакомились. Подряд любого возьму этих богатырей. Это Бог делает так, чтобы посрамить знатное. А хотели бы вы иметь Слово Божие? Полное толкование с откровением. Впервые вышло у нас. Его в мире никогда не было. Фессилакта к евреям и заканчивается. И мы к этому добавили трехтомник. Толкование. Лучшее добавлю толкование. На апокалипсис. Которое составил. Он кандидат, магистр. Фаст. Отец Геннадий в Абакане служит. Он в моем доме обратился. Немец. Менонит. Там вел библейские кружки. Мы встретились. Утром в полпятого закончили беседовать. И он встал и говорит. Я понял. Говорит. У сектанта под ума. Толкование. У православных. А Духа Святого. Принял православие. Он был молодой сотрудник Томского университета. Физик-математик. Представьте, какой человек. А теперь он заканчивает семинарию Академии. И выпускает целую книгу. У нас заняла на 434 странице. Толкование. Апокалипсиса. Я слышал там Олег Стеняев. Другие берут. Даже сравнить не приходится. Здесь все на самом высоком уровне. Он всех святых отцов берет. И дальше дает только комментарии. Не свои. А что говорят святые отцы на это. Вот я просто советую. Она отдельная книга продается. В киосках или там в церковных лавках. Отец Геннадий Фаст. Толкование. Апокалипсиса. Не его. Но он разбирает все секты, какие есть. Я многие считал, знаю толкование. И могу сказать, что это самое лучшее толкование. Даже сравнения другие не дают. На сегодняшний день растолкование. И растолкование его все на основании Библии. А почему он в детстве был такой? И он не знает даже вкуса вина. Ну а его как? Его там ценят. Там был Антоний. Какой там Красноярский. Он поднял на него. Ему пришлось сходить к Иркутскому. А теперь в Абакане он служит. Фаст. Отец Геннадий Фаст. Вы зарядите только википедии. Рождение свыше. Или песня песней. Это 880 страниц толкования и всех святых отцов песни и песней. Из Ветхого Завета. У меня программы, если назвать программы, когда вел занятия в университетах, это полное толкование Нового Завета. Ветхий Завет. Песня песней. Как беседовать с сектантами разными. И люди разбиваются на 24 категории. Как с ними беседовать? Какое местописание взять? А какая категория? Первая. Бога нет. То есть он говорит, атеист. Я говорю, самый дурной. Два часа, как Светки соскочил. Атеист, атео, борется против Бога, которого нет. Безбожник, понятно. А дальше начинает человек. Агностик. Ну, сгнил, конечно. Ну, а что ты там знаешь? Не знаешь. Тебя уже отпевать надо сегодня. Ты не знаешь самого главного, для чего ты родился. Ты находишь это все во Святой Библии. Поэтому наше Содружество, я попрошу брата Вячеслава просчитать. Интернетное Содружество имеет правило. Вот послушайте. Постарайтесь вести себя хотя бы в одном месте. В одной общине. В одном приходе. У нас проходит занятие про Библию. Каждый день в Скайпе. Интернет Содружество. И чтобы туда вступить, нужно, чтобы человек обещал выполнять данные правила. Первое. Правила интернет-содружества во Святи Библии. Во Святи Библии мы назвали. Добавление в группу разрешается только после ознакомления с правилами группы, после чего новый участник должен написать в чат «Согласен», обещая выполнять данные правила этого сообщества. Если кто-то не согласен, то запрещается добавлять. В профиле, то есть в Скайпе, необходимо установить свои, настоящее имя и фамилию, свою фотографию, где хорошо видно ваше открытое лицо, как на паспорте. Жены, женщины, девушки на фотографии должны быть с покрытой головой. Использование ников, аватарок запрещено. В течение шести месяцев после вступления в группу новый участник не имеет права писать в общем чате ничего, кроме вопросов, а также не должен вести молитвы. То есть он ведущим молитвы быть не может, если его недавно добавили. Разрешается писать благодарения и приветствия. Разрешается, рекомендуется задавать вопросы ведущим братьям Игнатию Тихоновичу. Во время занятий, по теме занятий и после занятий, после общих молитв на любые темы. Пришедшему из пятидесятников, харизматов, у нас много сектантов обращается, запрещается писать и говорить не менее года, пока опытные братья не убедятся, что человек точно раскаялся в своем говорении на языках. И признал это не иначе, как беснованием, потому что многие трудно раскаиваются в этом. Они это за Дух Божий признают, и с ними потом разговаривать невозможно. Они даже православными становятся, а в них все тот же самый Дух. То же самое и для пьяниц. Запрещается быть ведущим общих молений и молитв, и занятий победой. У нас молитвы идут через два часа, до звона идет, из разных континентов люди. Стопоклонная молитва называется. Она небольшая, несколько молитв, всем святым, ангелам, хранителям Божьей Матери. Это занимает там 12 минут. А утреннее у нас уходит, ну, с очтением Слова Божьего, 45 примерно. Это ежедневно, кроме воскресения. Запрещается быть ведущим общих молений и молитв, бритым и подстригающим бороды. Ведущим быть не может. Сестрам, которые не покрывают свою голову на работе и на улице. Ходят в мужской одежде, штанах, джинсах, брюках. Второзаконие 22.5. Не покрывают свою голову 1 Коринфянам 11.56. «Красящим волосы, ногти, лица, как враждующим против Бога». 1 Ивана 2.15, Иакова 4.4, 6 Вселенский Собор, 96 правило. Я в Лос-Анджелесе был. На квартире жил Синкевич, архиепископ Антоний, фамилия Синкевич. И прищищается бабушка, и на ней сетка надета, волосы все видать. И накрашенные. А я знаю, что он служил когда-то в Иерусалиме, такой опытный, строгий. Я говорю, а как это так? Это не просто женщина, это вдова священника. Но если она запачкала, я ей тогда так покажу, ну хорошо ли, что тут осталось. Это уже не ласка, ничего, это сгнило все. Почему Иоанн Креститель так не говорил? Кто обнушил вам бежать от будущего гнева? Ну ты знаешь, что это такое. Посмотри, почитай пророка Исаия. Это люди легкого поведения, и прищищаются. А у вас есть? Никогда, нигде. У нас ни сережки не носят. Это очень просто. Много люди приехали, вот они сидят. Он знать не знал ничего. Только сказали, вот они все. До обеда все знают. Не склоняться над столом к чашке. Но это можно научиться. А почему нельзя? Потому что Василий Великий говорит, всякое животное, скотина наклоняется, а человек подносит к себе. Второе. Даши кистей не ложи, а то локоть уже. Не облокачивайся. А почему? Серавка говорит, стыдись облокачивание на стол. Это значит бесстыдство. Все, урок окончен. Я начальник был детского лагеря, сам основал. Вот главный помощник мне помогал, там, 3 гектара отбить от них. Ни день, ни два, 45 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. И ребенка я привезли в обед. До вечера он уже почти все знает. Да он все забывает у меня, он не будет забывать. А как вы это делаете? Очень просто. За стол садимся, показать всем платочки. В правом кармане, где ничего больше нет. Платочек показал, а нет. А вон там 200 метров бежать за тополиным листочком разового пользования. Пока бегал, второго нет. Да он все забивает за станом. Дежурный, обойдите стан. Сидят за столом. Принесли там пиджак или рубашку скинул. Чей? А дети, они сразу говорят, а это Игорев. Так, он должен 3 раза вокруг лагеря бежать и кричать. Я забываю вещи за станом. А пока прибежал, уже до компота допивает. Все, я ему пришил память так крепко, что ее оторвать нельзя. А то приходит, портфель-то мой где, играли в футбол. Он его поставил, как где, чтобы мяч не летел. Это надо заниматься, любить и помогать. Мы можем дать этот огромный опыт. Вот сейчас считают, интернет, сообщество, это как христианская община. А где-нибудь есть? Нету. Мы только призываем, приходите. У нас занятия идут. Что за неделю Бог сделал? Где выступали? Какая причина? У нас нет Георгия Кадушкина-то здесь? Нет. Он шофер. Я говорю только об одном заботчице, когда шофер. Сказал ему о Христе или нет? А если он умрет за это время? Один здесь, кто-то на такси работает. Кто? Вот он сидит рядом. Он каждому пассажиру говорит о Христе. Ну давайте двинемся. Я нас дадусь, говорит, насколько мы худые, если нас так много и народ безбожный. А Григорий Щедотворец говорит, я когда получил город, семь человек христиан было. А когда уходил, осталось семь язычников всего. Почему? Последние слова, которые я видел, как сказал митрополит Смоленский и Калининградский, Кирилл Гудяев, он говорит, миссия это движение. Не сидите вы дома, идите и говорите. Не сидите дома, идите и говорите. Где на работе, договоритесь, колхозе, какие там бывают отдых минутные. Евангелие дайте, скажите. Первые христиане заквасили весь мир, а нас столько и все везде мирским, дерным, пора слов колючками. Виноваты мы. Дальше. Запрещено быть ведущим молитвы. Живущим в блуде, в прелюбодеянии, в незаконном втором браке, при живой первой жене мужа, в кавычках, в скобках. Матфея 5.32, 1 Калифорном 7.39. Не оставившим слушания рока, рэпа, попсы, играющим в компьютерные игры, телефонные игры, в карты, азартные игры. Не оставившим сквернословия, занимающихся танцами, фигурным катанием, художественной гимнастикой и подобными видами утонченного разврата, одобряемого обществом. Торгующим сигаретой, алкоголем и другими наркотическими вредными веществами и предметами, причиняющими вред здоровью человека, как телесно, так и душевно. Получающим доходы путем обмана, то есть и можно молиться, но нельзя и быть ведущим. То есть путем обмана, смотря на достаток покупателя или на его неосведомленность и в связи с этим завышающий или занижающий цену и предлагающий ненужные ему услуги и товары или специально создающие условия, при которых ему понадобятся эти услуги и товары. Притча 11.1, притча 16.1, притча 22. Такой человек придет на исповедь, а как с ним легко разговаривать-то? Он только скажет, Господь меня хранил, я благодарю его, все покаяние. Военным можно молиться, все, но ведущим он быть не может. Сейчас вот военная операция, у нас приняты свои законы, никогда в эту тему не вмешиваются. Никогда. Слишком многое теряется. Человека убили 7 лет. Брякнул слово по этой теме 15 лет. Это сегодня уже. Уж на что там Невзоров был такой. В Израиле что-то там сказал и боится домой ехать. А Яшин тут, как он воевал? Илья Яшин. Да я вызываю на дуэль Рамзана Ахматовича Кадырова. Сколько? Восемь с половиной дали лет. Все. Закрылось. Тема, я прошу вас, не касайтесь. От этого ничего не будет, что мы будем говорить-то. А как молиться? Чтобы была воля Божия. И когда на меня вышли, я дал ответ, кажется, два или три ролика по Украине. Страшные слова. Эпиграф всему этому. Иеремия, 48 глава, 10 стих. Насторожите, ушки топориком сделайте. Проклят. Кто делал, а Господь не делает небрежно. Вот это открещение, свадомощение, то проще. Бойный Сынецкий ни одного не признавал. И никакого перекрещивания нет, был обман. Владыка, с вас большой спрос будет. Прекратить можете, как в Бойной Сынецкий. Лука. Непременно. Это Господь будет спрашивать. Проклят. Это дело Божие. Ну вот эту березовку батюшка набирал. Оно хорошее. Хорошее. Ну, оно и человеческое. Но крещение 100%. Нет. У вас во всех требованиях все написано. Троекратное полное погружение. Если разрешается не погружать, только в трех случаях. Паралетик лежит не может. Третье. В тюрьме. Воды там не хватает. И в степи у татар в плену. Все. Строят. Миллионы на эти колокольни. Пришли и спросили, а где Бабтистерия? Нет. А почему? Потому что все это северо-западники. А католичные сюда приняли. А они здесь как филаретовщина. Они все это развращают. Проклят. Кто делал Господь, а делать небрежно. Пришло проклятие на эту Украину. А дальше не вмешиваясь в это. И проклят. Кто меч Господень удерживает от крови. Украине нельзя желать даже мира. А только дай ей покаяние Господи. Я сказал. Вы скажете. Это Дух Святой говорит. Я только цитирую. С точностью до одной буквы. Вы слышали? На будущее имейте ввиду это. Еще немножко. Также запрещено быть ведущим молитвы. Пропускающим богослужения. Три воскресения подряд. Без уважительной причины. Первый Вселенский Собор, 14 правила. Карфагенский, 52-й. Некий Сарийский, 5-й. 6-й Вселенский, 80-й. Гангский, 5-й правило. Антиохийский, 2-й правило. Не признающим Иисуса Христа как истинного Бога, истинного человека в одной личности, в котором соединилось Божество и человечество, не слияное, не изменно, не раздельно, не разлучно. То есть еретикам тоже нельзя молиться. Не признающим Святую Троицу как единого Бога в трех лицах. Кто сие не признает, тот является еретиком, с которым запрещается молиться. Ефесянам 4-13, 1-й Иоанн 5-7, Матфея 28-19. Не соблюдающим православные посты, Великий Рождественский Петров Успенский посты, а также среду и пятницу. Так я скажу. У меня однажды один священник где-то был, ну и там, как в Диевеев, наплыв, народа. И там вообще священник говорит, я могу ошибиться местами, но суть такая, ну много. Батюшка, помоги. Он говорит, так я если буду исповедовать, я по-своему как? Так это и надо, чтобы новая струя облилась. Ну только не обижайтесь. И дальше, первый вопрос. Кто не постился, не стойте здесь. Он отлучается, апостольское 69-е правило на 2 года. 80% наверное свалило. Дальше. Кто город ибреет? Противник Богу. Бритье бороды? Библия расстанется хуже, чем изнасилование. Еще отмылось. Осталось там человек 10. Все, батюшка исповедует. Не надо тебе проворачивать мусор. Куриный бульон в бочке раскачивать. Если со всей строгостью, себя Бог не спросит по благоразумию. А для всех хорошим у Бога совсем не так это. Со всем хорошим, и чтобы у тебя не были киллеры никакие, нет, не получится. Я испытал в жизни, одно слово сказано бывает, всю дружбу переворачивает вот так. А потом проходит время, человек пишет, простите, я поторопился. Но другой бывает умирает в этом. Далее считаем. Нарушающий пост отлучается от причастия, это как бы мы информацию даем, на два года. Настольная книга священнослужителя, том 1, страница 535. Не отдающим святую десятину Богу. Сейчас подадут. Десятая часть всех привыков, как верующих, как ворующему Бога и подпадающим под проклятие. Видите как? Это говорит Малахи, говорит, да это в ветхом завете. Обман. Святые отцы все об этом говорят. Десяти на десятая часть, как сотруднику. Ну, допустим, ты тружий сельского хозяйства, агроном, я не ошибся? Так. И ты начинаешь, тебе дали задание, вот то сделать, ты один не можешь, тебе помогает. Ты навоз завозишь, другую воду, а я вот этим. И вы делите между собой. Разумно. Ну, Бог дал нам землю. 100% его. Солнце дал, 100% его. Дождь, воздух. Бог говорит, меня в сотрудники возьмите. И то, что заработал, одну десятую, десятку сотни отдай мне. То есть священству. А то мы считаем пороком Аллахию. Внимательно слушайте. Поэтому десятину никто не отменял. И Господь говорит, твори то и показывает новозаветнее. То есть всем данным людям запрещено быть ведущими молитвами. Дальше. Правило еще в группе. Разведенным женам запрещается писать что-либо укорительное, поучающее, оценочное в отношении любых мужей, мужчин и их действий, как в общем чате, так и в личных сообщениях между участниками чата. Иуда 1.16. Выходит патриарх Кирилл в дверях, а там такой есть. Какого фамилия это? Сутармин. Виталий. Сутармин Валерий? Придумал там это, свидетель за этим, суд какой-то. Ну и кричит, меня жена ставила по-другому, а патриарх уже в дверях. Он останавливается, показано-то, и говорит, ты больше порочишь жену свою. Это не он кричалый. Это кричал его товарищ. Ну кто-то там сказал. Он патриарх тут же сразу отпарировал. Ты делай так, чтобы она не ушла. А ты прежде, чем женися, 10 раз подумай, надо ли это. И дальше. Разведенным мужьям то же самое, но только в отношении жен. То есть они не могут их критиковать. Если он разведенный, не сохранил, уже к женам не притрагиваешься. Так, дальше. Запрещается строго. О политических событиях разрешается писать и выскаться только во свете Святой Библии. И только верным, крещенным христианам. Запрещается злословить мирские власти, священство. И одобрять мятежи. Катиться. Исход 22-28. Иуд 1-8. 2 Петра 2-10. 1 Тимофей 2-2-6-6. Притча 24-21. Притча 29-8. Участвующие в мятежах, митингах, народных волнениях, гражданских противостояниях, даже если их возмущение справедливое, не могут находиться в стане христиан. Вот человек. Это не своя общая, но интернетная. Ну вот интернет общая дана практически вот это все население. И мы, конечно, молимся о вас каждый день и просим не забывать нас и поминать. Если противоречий никаких нет. Господи, спасибо. Знаете, когда вы долго не ехали сегодня, я испугался даже. Да что же случилось? То ли навигатора нет. У нас стояла надпись, которая и власти убрали, потому что нет асфальтной дороги. А я даже ночью думал сегодня поставить столб там и написать. Дороги нету там, поэтому знак убрали. У кого-нибудь визитки есть? Я переоделся, все осталось так. Ну там, говорят, это частная земля, это невозможно. Крым присоединили, возможно. Луганск, Донецк, возможно. И другие. А здесь дорогу прийти невозможно. Так, новенькие люди. Смотрите, дадим вам несколько визиток, где даются все наши данные. Это отец Аким идет в воду и будет там. Так, кто здесь прежде? Хлопцы, держите. А где ваш товарищ второй? Ну ему дадите два тоже. Два дайте, по два, чтобы другие могли дать. На обратной стороне там все. Российская и правительская и православная в народе в Отечестве в России несущая. Однажды меня спросили на Большом Конгрессе интеллигенции. Там лауреат Нобелевской премии даже был. Жаря Салферов. Какая национальная идея, объединяющая людей? Раньше было пролетарии всех стран объединяйте. Так было? Развалилось. У меня написано так. Там я сижу, там академики, там губернаторы. И говорят, плохо идеи такой нет. Я говорю, да, есть. Ну есть-то есть, ее апробировать надо. На деле. Я говорю, а сколько? Куда четыре? Я говорю, у меня сорок лет. Сорок лет? Да такой идеи не бывает. Бывает. Какая? Вы заметите, как они. Я говорю, дети. Да что же мы забыли-то? Да главное дети. Это не все. Я говорю, воспитанные. Да, конечно, только воспитанные. Во Христе. Сразу вот такие глаза отшатнулись. Дети воспитанные во Христе. Вот национальные идеи, которые может поднять Россию, сделайте великой и прекрасной. У меня лозунг такой есть. Дети воспитанные во Христе. Это ни одного развода, ни одного аборта, ни одного воровства. Никогда не будет поддельной полиции, как сегодня там все это показывают. Человек все отдает для того, чтобы быть достойным звания христианин. Кто знает это песнопение, куплят пропеть. Нас зовут христиане. Вчера пели только. Он дал новое имя, нас зовут христиане. Ну. Ну-ка. Ну что же так? Это промахнулись. Тут певцов нет у нас. Ну, в следующий раз. Виталий. Это тоже праздник пропадет. Да. 16 сентября. А сейчас поблагодарим Игнатия Тихоновича. Спасибо, Господи, за научение. И поблагодарим Бога за насыщение. Так, не поедешь, не читай. Благодарим Тебя, Христе Божий, наше, как он встретил на земных трубах. Великолепно, что не детство от вас, что на это посреди учеников Твоих. Пришел все спаси, мирдая, великому и спасина. Слава Твою Сыну и Святому, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Владыка, благослови. Благословен Бог, милый и питай нас. Твоих богатых даров, Своей благодатью и человека, и для всегда. И вовеки веков. Аминь.